Здравствуйте! В студии Елена Красовская со сводкой последних новостей на Россию. По достоверным данным, ВСУ не только не готовятся к отводу артиллерии и тяжелой техники, но и продолжают непрерывно подтягивать резервы из глубины непосредственно к линии фронта, как в направлении Дебальцево, так и под Мариуполем. Накал боев и обстрелов не спадает, скорее наоборот. На экстренном совещании руководства ДНР и силовых структур проанализирована сложившаяся обстановка в Дебальцевском котле. Украины нарушен режим перемирия и продолжается гибель мирных жителей в населенных пунктах ДНР. Подразделения ВСН вынуждены открывать избирательный огонь на подавление остатков вооруженных киевских карателей и диверсантов. ВСУ пытались пробиться с боеприпасами в район Дебальцево. Полченцы нанесли артудар по колонии ВСУ в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется разведкой. Данная атака не является актом нарушения перемирия, так как Дебальцевский котел находится на внутренней территории Новороссии и украинские каратели еще вчера были предупреждены, что в случае попытки прорыва котла прорывающиеся будут уничтожены. По данным штаба ДНР идет бой под поселком Широкино, причем силовики пытаются атаковать населенный пункт даже из танков. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. Читайте статьи и смотрите видеоматериалы от наших воинкоров на сайте newsdefizfront.info. Удачи вам и до встречи.